Товарищ полковник Идем Что-то Новый год вспомнился Пили тогда, как раз тут рядышком Товарищ полковник, сюда Петрович, открой Слава Заходи Спасибо За мной Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь Предлагаю сдать излишки добровольно Иначе будут неприятности Не могу Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки От себя ведь отрывал, по капельке капельку Ничего не могу сделать Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать Начинаем обыск Проверьте там Ну как же так можно Я ведь зарплаты откладывал Все, честно Знаю, но порядок есть порядок Есть, товарищ полковник Нашел Только не надо сказать Это для внучки, понимаете? Ага, для внучки На рынке, небось, спекулируешь Товарищ полковник, вы же знаете Отставить дебаты Продолжаем обыск Так точно Излишки, значит Нормы не выдаёте А теперь И это излишки Она же не выживет, понимаешь? Не выживет Нечего давить на жалость Правила для всех одни А у нас приказ Гад ты А не человек Самый настоящий гад Да тут целая куча Как он столько накопил-то? Ну вот Значит, информатор был прав Эх, ты упал Все отнял Жизнь на ребенка отнял И издеваешься Ты же взял сейчас И убил ее, понимаешь? Они же с Кирюхой Твоим дружат Вот Кирилла не впутывай Ну, сволочь Дедушка, дедушка Стой, ребенок же Ты это еще откуда взялась? Не бейте дедушку Окажите первую помощь И оформите все За изъятым я зайду позже Хватит мне голову морочить Норма сдачи ваша точно посчитана Они с потолка взяты Тут не хватает Доплачивайте Ну, командир, ты сам посуди Где я тебе зеленку возьму? Вы в народы, считай Все изъяли Торговля встала А норма сдачи написана Как будто я тут магнат Процветаю Вы меня тоже поймите У меня написано Написано Значит, лейтенант Вынь да положен На заборе тоже написано От того, что там написано Зеленка у меня не появится Так своему командиру И передай Товарищ полковник Вольно Боря, ты зачем человеку Голову морочишь? У тебя же заначка На черный день лежит Вот и отдай Вот, так бы сразу Можете идти, лейтенант Понял, товарищ полковник Спасибо Ну все Теперь точно Хреном без соли питаться будем О, здоров А Танька где? Ну, жена твоя Так померла Как так померла Как сердце У нее сердце было Видел? А то Крыша протекла Сгрязной небось Или из депо Думал мы тут Зеленки купаемся Дебил Ну как ты так можешь? Я еще и не так могу Нечего к нам швальм всякую пускать И снабжать еще Самим не хватает Откройте Оском Ну здравствуйте Рядовой Ух, и устал я сегодня Кирилл? Ну-ка, рядовой рассказывай Что случилось? Ничего Не хочу я больше Чего не хочешь? Быть рядовым И воском я больше быть не хочу Так С этого места подробнее Я на Сибирской был Видел, как солдаты Зеленку у людей отбирали Один торговец кричал Что они права не имеют Его побили Зеленку всю забрали И ушли Ну это уже не в какие ворота Я завтра узнаю, кто это сделал и разберусь Ты говорил, что Оском защищает людей А вы у них зеленку забираете Почему? Вот видишь Положение тяжелое Все на нервах Многие не хотят Зеленкой делиться Бывает, даже на солдат нападают Тот торговец на них кричал Они и решили, что он тоже может напасть Это недоразумение все Понимаешь? Хм, хорошее недоразумение Человек еле живой остался Вообще Если представители власти что-то требуют Надо исполнять Но они же последние отбирают Хотя, конечно Исполнять надо Я понимаю Вот и отлично Кстати, а надо Давай-ка, брат-храбрец Вколем тебе зеленки Давай Готово Вколем тебе зеленки Давай-ка, брат-храбрец Ты что, брат? Да Давай-ка, брат-храбрец Вколем тебе зеленки Продолжение следует... Продолжение следует... Я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем! Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого! Ты повзрослел рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решение. Иногда неприятное решение, но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские — только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой. Пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Керим. Ладно. Удачи, папа! Тебе тоже, сынок. Тебе тоже, сынок. Тебе тоже, сынок. Втор Androidril — сынок. wasмысленный. Тебе тоже, сынок. Ладно. Ты嘉? Сержантин. $15. Продолжение следует... 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 Сбой резервного источника питания. Необходим перезапуск системы. Подготовка к перезапуску выполнена на 20%. Подготовка к перезапуску выполнена на 40%. Подготовка к перезапуску выполнена на 80%. Подготовка к перезапуску выполнена на 80%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...